готова всем приветики у нас сегодня видео номер два с мама спустя 7 лет смертельный номер повторяется мама без макияжа самая стойкая и храбрая женщина в мире просто теперь-то мама уже знает что я весь youtube увидит в прошлый раз она не знала в общем татьяна александровна крыгина собственной персоной здесь в москве новой части крыгина студию я решила записать еще один урок по макияжу анти-эйдж а чтобы продемонстрировать его конечно но я передумала я решила что будет классно если мама под моим руководством накраситься сама так что будешь сама краситься потому что я буду а что я же тебя не накрашу те же руки-то мои с собой не возьмешь ты уедешь должна уметь сама краситься и сама правильно себе наносить уход с ухода собственно и начнем важные моменты которые я буду рассказывать они касаются и конкретно мамулиса и всех женщин кому немножечко за потому что это основные принципы анти-эйдж макияжа и анти-эйдж ухода в первую очередь самое главное это то как ты подготовишь кожу ничего нет крем смывали крем мы очистим лицо мама уход clorans здесь я очень рекомендую придерживаться одного бренда но в парус в этом плане очень легко подобрать себе линию потому что их огромное множество и каждый а закрывает прям потребности кожи на полную когда вы проходите курс промазывайте и напитывайте кожу линией вы получаете достаточное количество тех полезных компонентов которые собственно заданы компании формуле и не экспериментируйте с тем как там они сочетаются между собой потому что один бренд никогда не думает о том как он будет сочетаться с другим я об этом уже тысячу раз говорила но в данном случае сделаем на этом акцент потому что в антивозрастном уходе кожи надо помогать потому что впитываемость уже не та потребности кожи намного больше а стоит на я чисто руковожу процессом это если что я тебе такую тоже чтобы это классно очень такая водичка очищающая лосьон который и демакияж делают очень быстро и отшелушивать неплохо и разглаживает кожу а вот и комфорт и one step cleanser очень популярны в студии потому что быстрое очищение и такая хорошая сразу подготовка к макияжу два ватных диска не случайно я знаю что ты не любишь использовать два ватных диска но в общем два ватных диска будет лучше если ты вдруг будет шиковать ватными дисками на полную то 2 всегда лучше потому что ты начинаешь таким образом наносить все по массажным линиям и ты делаешь что симметрично с возрастом появляется асимметрии очень много в лице то есть ну как бы личка немножечко там меняется и чтобы это не усугублять лучше чтобы все движения были сразу в сторону симметричные или нас быть лосьон важный момент в уходе за возрастной кожи питание увлажнения много не бывает вообще поэтому очень важно добавлять больше этапов ухода тебя должна быть еще дополнительно сыворотка да у тебя должен быть лосьон специальный который там не только ты не там как тоником будешь протирать лицу а он будет оставаться полностью на коже вот этим сейчас и займемся я вообще тебе линейку которую выбрала она называется внутри линьер она анти-эйдж она работает на то чтобы восстанавливать все процессы естественные процессы защиты кожи и вот чтобы она не остарела анти-эйдж но при этом у нее еще есть сияние потому что с возрастом кожа становится тусклая она становится серой у нее естественно так сияние но каким-то образом испаряется мы его прямо на руку распределяем на пальчик вот так две фаланги прям и похлопывающими движениями чик-чик-чик-чик-чик прям не бойся не кончиками пальцев а прям ручками прижимай это еще не крем это как тоник допустим ты умывалась вода очень жестко везде даже если вода мягкая все равно для кожи она жестко и там пиаж 7 например кожи пиаж 5 5 нормально то есть надо привести пиаж в норму лосьон будет тебе помогать без него крем сыворотки они просто будут на поверхности ложится впитываемость будет право минимальная а наша задача как я уже сказала и еще раз повторю чтобы вот максимальное количество средства работала внутри кожи а не только с ее поверхностью эмульсия вам будет давать еще больше увлажнения но очень легкого то есть эмульсия будет такой чем-то между соединяющим компонентом между лосьоном и кремом она очень тоже легкая у нее больше вот этого светоотражающего эффекта и точно также средств можно брать по чуть-чуть ну по ощущениям но главное чтобы вот уход был многослойники потому что одного крема уже недостаточно крема даже в данном случае скорее будет давать пролонгированное действие долгое такое работать весь день а вот эмульсия нам даст эффект здесь и сейчас двигаемся дальше крем у тебя будет 21 все что с ним написано это ночной так все что красным это дневной это как раз таки азвечь питательные кремы которые тоже с эффектом сияния набирайте помнишь так как это участок у нас так вас проведем люди все же знают как крем правильно наносить на пальчики распределить нагреть хорошо нагреть 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 теплая сталь прикладываем чик можно даже прям вот так сюда 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 теперь вот так хорошо растернем нагреве нагреть 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 и нагреть и прям еще раз то же самое вдавливаем крем вот там все ладошки сюда не наносим и не давим потому что здесь щитовидка и подтягивающая сыворотка для зоны вокруг глаз это из другой линейки но они классно сочетаются экстрателем она мне очень нравится тоже без мекки когда здесь кластей истираем и теперь только на косточку перед макияжем нужно сделать небольшую паузу можно пойти себе озарить кофе ответить кому-то сообщение что не почитать приятно потому что многослойный вот этот весь наш уходовый пирог должен впитаться пока у нас есть это время мы можем сделать себе еще небольшой массаж самый простой я против этого мануального самомассажа дома но а есть брови и глаза которые неизбежно с возрастом опускаются но и вот это и наша задача чуть-чуть их как бы поднять поэтому ты берешь так вот это меня в парижем учили две косточки у тебя между ними расстояние вот сюда вот к скуле подносишь чтобы у тебя вот эта косточка была между пальчиком попала и вот так хоп и сюда наверх да как будто бы тебе ее надо захватить и переставить сюда конечно вот здесь и вот приводя на теперь это сделать двумя сильно не давить это просто вот чик сюда но при этом кожу не надо сильно растягивать кожу не надо никого и вот заводи сюда вот сюда прям ты чик вот тебе надо отсюда сюда точно косточками до или вот это вот прям у основания бровей вот так чик чиков туда там давишь вот здесь и сюда стерла брови себе половину бровей массаж бровей массаж бровей надо сделать во сколько раз это просто ты можешь даже вот такими круговыми движениями вот здесь главное чтобы ты вот косточкой немножко нажимала чтобы ты промассировала то что вот эта зона она очень должна быть размягченная от этого тоже качество дальнейшего и вот здесь точно так же между пальчиков чик 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 и задача не кожу тянуть а как бы чуть-чуть поглубже потому что здесь там даже надо похрустывают мышцы которые из-за там неправильного прикуса который практически у всех они слишком перенапрягаются чтобы вот здесь вот и был тонус у мышц необходимо а теперь так похлопать кровообращение чтобы получше и снизу вверх двигаемся это просто чтобы у тебя было хорошее кровообращение чтобы у тебя сейчас лицо естественным образом засияло румянец появился пока вот ты там с этими всеми делами развлекался отлично все средства впитаются нам что-то делать не обязательно здесь мы используем все вот эти мануальные техники для того чтобы улучшить кровообращение взбодрить немножко мышцы и чтобы ну вот этот тонус он не мешал макияжу публичка будет тонусе и наоборот макияж будет смотреться еще лучше может и макияж не будем делать легким сейчас буду планировать для тебя макияж на каждый день так держим это увлажняющий спрей нанеси его и как сказала перед собой ну вот 30 сантиметров спрей нужен чтобы кожа дополнительно увлажнялась он будет в качестве праймера пшик-пшик он высыхает себе спокойненько и создает такую тоненькую пленочку которая как раз таки от нам поможет в дальнейшем растушевать тональное средство тональный крем мы берем очень легкие для тебя у тебя кожа хорошая я ровный у тебя ровный тон лица тело просто немножко ее подсветить skin illusion моя любимая линейка в clorence миллион тысяч тональных средств есть и скин иллюжен вот этот самый легкий для тебя выбрала потому что в рамках сыворотка и я бы очень хотела чтобы ты начала наносить тональный крем кистью Анечка ты можешь нанести первый слой вот прям буквально как увлажняющий крем давай так и сделаем а кисточкой ты чуть-чуть уплотнишь слой на массовой удобно зону подгладного пространства брать не нужно у нас будет для нее отдельный и вот прям чуть-чуть потому что скин иллюжен он очень легкий и его можно так он прям как сыворотка которая чуть-чуть тонирует да потому что во первых это время экономит во вторых ты вот допустим если тебе надо просто дома ты себе пробегаемым на зеркало нравилось и можешь и так оставить а если тебе надо уже куда-то пойти тонального средства нужно чуть побольше его фишка в том что он очень классно отражает цвет и выравнивает поры мне вот очень нравится даже даже я уже сейчас вижу какой-то пор вот здесь они сгладятся если мы сейчас кисточка проработала еще на тыльную сторону ладони писточками мягко 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 и смотри я сейчас такую же возьму идти прям чик 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 у тебя движение такое знаешь оно очень легкое ты не зажимай потому что работаешь только кончик носик надо промазать чуть-чуть боку потому что вот эту зону нужно видеть здесь как правило расширены пора когда ты смотришь на себя сбоку ты эти поры увидишь финальное средство их скроет вот они прям попутила замазались как будто их зашпатлевать финальные движения у тебя должны быть все время вниз 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 да почему нам надо было да еще хорошо поднять массаж потому что когда мы будем наносить финальный крем на движение должны быть вниз таким образом пор заглаживать если есть пуховой волос да то они тоже приглашают если вот в эту сторону кисточку поднимаем очень важно финальное все равно со поближе к вам надо подобраться кому-то солнышком отсюда сюда и стараться не давить потому что иначе тональное средство заберется на кисточку очень легкий эластичный и вот если ты заметила что мы все используем одного бренда в этом тоже есть логика не только потому что мне кажется что кларан сети не подходит а потому что тональные средства одного бренда лучше сочетается с входом этого же бренда в антивозрастного макияжа лучше вообще не экспериментировать а брать под целиком линейку то есть все что отвечает за тон лица чтобы было одного бренда потому что это основа один из одних этих же ингредиентов один и тот же принцип создания формулы и поэтому эти продукты априори уже друг другу подходят сейчас на ремпазу да консиллер будет розовым и чтобы подсвечивать зону подглазного пространства это с одного глазика сделала в том-то это вторым и чуть-чуть на низ по сюда здесь то можно чуть-чуть боком чтобы увидеть эту зону там чуть-чуть сюда прям аж с вами пальчик обычный нам же надо поднять и вот здесь как будто бы вот хочешь заштриховать вот эту зону прямо до носа как будто бы она тебя бесит и ты хочешь сейчас вот я возьму пластик и сотрудничать окей а после этого кисточка уже даже не растираешь а ты просто вот как где-то будет придавливаешь то есть рисунок создаешь самим консилером а кисточкой его закрепляешь и как бы вдавливаешь равномерно распределяем ну да такой немножко на данный выше движение это можно делать пальцем пальцем то же самое пальчик теплый он консилер немножко растопит этот консилер и так жидкий дополнительно растапливать не нужно поэтому мне кистью больше чуть-чуть носик в эту сторону и прям в уголок на 1 и 2 подожди подожди вот эту часть сначала только тебе надо вот так перевернуть и вот это только уголок только только уголочек а вот эту часть как бы это подождите вниз по горизонтали а ты расслабишь руку вот я сейчас по горизонтали и вниз спускаешься то есть ты вниз не 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 неправильно горизонтальные вот прям вот так чип знаешь ты будешь обрисовывать свой мешок под глазом то он будет еще заметнее а тебе надо его как бы стереть если будешь краситься сама держи маленькое зеркало под рукой и большое и меня надо фокус то есть смотреть большое зеркало потом в маленькое большое зеркало потом в маленькое сюда отверности переборщил а кисточка сейчас все впитает продолжать растушевывать и вот остатки то что у тебя на кисточке осталось наверх и прям на подвижное тоже прям к ресничкам поближе там капилляры становится заметно он же исключается с возрастом поэтому там надо всегда чуть-чуть их пригодится еще классно очень консилером под бой на контур не выходить чуть-чуть подтягивать контур не выдавливать дополнительно консилер а просто просто остатками возьми как тебе удобно и прям дальше очень свежий очень бодрый даже по метру чуть-чуть совсем мы берем пидементика а оттенок вам чтобы он создавал иллюзию прям натурального натурального румяна очень легкого очень свежего и той же кисточки которые тонны носили набираем чуть-чуть раз так вот немножечко разбиваем его на кисточке плодаемся плодаемся на яблочке находим чуть-чуть вот так вот вверх чуть-чуть румянец не может быть только на щеках мы сразу же чуть-чуть сюда остатки переносим прям на кончик носа два движения по губам чуть-чуть пробежать и даже на подбородок внести скорее какая разница вот эта часть лица и это что это намного бледнее а это такая прям свеженькая чему важно чтобы ты немножко улыбнул и чтобы румянец оказался вот прям в той точке когда он будет создавать это сияние да чтобы получался объем плюс перестань сейчас улыбаться смотри очень важно еще проверить это когда ты не улыбаешься потому что тонус мышц уйдет чтобы ниже вот этой зоны вот косточка то есть у меня рецепт ходил если он уходит надо немножечко чуть-чуть 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 хорошо прям со всех сторон задача перенести оттенок полагаемся находим вот так или вот прямо вот право ты правильно делал и чуть-чуть поднимаемся наверх очень важно не заходить румянами на подглазное пространство если видишь что ты сделала ярко пальчиком берешь крылья что сказки настенька зачем еще тогда наносить останавливаем берем пальцы любой свои руки и чуть-чуть растушевывать если видите что вы что-то начинаете делать ярко самая большая ошибка которую кстати почему-то делают практически все до начинают рисовать еще усилий мне еще дальше как будто бы она изменится даже понимать что если вы нарисовали слишком ярко так что у вас слишком много средств на кисточке если его и так много вы уже видите что вы перенесли слишком много вы зачем еще туда дальше рисуйте остановитесь спокойно растушуйте и двигайте дальше больше уже не растушевываю щелка на глазках есть а прям вы чтобы оттенок появился потому что если будет румянец только здесь и цвет только здесь то будет не совсем реалистичный так румянец откладываем самое важное сделать теперь у нас сейчас будет сложно здесь самое важное понять принцип как рисуется волосок и ставишь кисточку вот не даже ничего просто как бы ставишь кисточку и выдергиваешь и и сначала понятное дело ты будешь делать такие ровные движения а потом ты научишься делать вот так чик то есть ты как бы выдергиваешь ее овалом и это на самом деле более простой способ чем рисовать брови ровно потому что так ты оставляешь во-первых возможность для легкой асимметрии она будет классная а во-вторых ты можешь всегда где-то убавить где-то добавить от длинной стороны вниз то есть ты можешь не пытаться сделать это на весу а вот прямо в упор поставить даже трогать лицо и начинает не прям со словами чуть-чуть отступи по что расставание у тебя достаточное раскопки пацаны потому что у тебя начинается на весу ага ну пока не все классно делаешь птиточка здесь вот ты знаешь как бы немножко развалилась чтобы она тем не стрелы делала а как бы сама немножечко сапогряла брови так и правда кончик почитала еще размиграем и вот только отсюда теперь начинаем длинной стороной вниз старайся чуть-чуть как бы перпендикулярно тоже чтобы она в упор ну вот не так вот удобно хорошо вот отсюда проходим еще раз и вот ставьте уже скрепляющие движения скажи нет лучше бы здесь добавить да хорошо ну лохматости мы собственно и лохматости объемы можно для кассиен сказать чуть-чуть надо кисточкой с ней щёточкой чуть-чуть вычесываешь брови они помягче становятся скажи ну вообще молодец ну ты сразу научите не рисовала у тебя тут неделю брови а вот здесь смотри очень важно ты в эту сторону держа кисть не нарисуешь тебе нужно сделать вот так и чтоб тебя вот так вот ну не прямо ну да там йога для рук немного повернуть подбородок чуть-чуть в эту сторону тогда тебе будет проще и у тебя сейчас короткую часть у тебя надо чуть-чуть удлинять его и немного мелькость так выписывай мне пожалуйста у меня так пилы вот куда-то чуть-чуть не снизу и ты чуть-чуть у тебя движение стали пунктиром и все шоссе если у тебя были двинки а здесь начала мельчить мельчит мельчит не надо было вот щик и вот щик ну да проставил опустил тут надо вот эту дырочку на зону заполнить прям упустить это бровь надо она у тебя выше потому что на тебе щёточка щёточка и поправляем петку убиваем одинаково да вот повышенная она у тебя естественно в мимике чуть-чуть повыше в жизни когда ты начинаешь разговаривать, она расслабляется и не видно. А когда ты смотришь на себя, она сразу поднимается. Для первого раза можно еще. Да, кисточка и красотка. Карандаш он проще. Брови очень четкие рисовать не надо. Я вот против татуажей. Ваши тусовки, они как-то ценятся. Но они не делают застывшее лицо. Ценится, не ценится. У людей иногда бровей уже не бывает. Поэтому я не знаю. Берите брови. Я тебе говорю, берите брови. Обычно берегите зубы. Берегите спину. Девочки, берегите все. Берегите брови. Сейчас наша задача будет чуть-чуть глазки приподнять. Мы берем коричневые кисточки. Очень мягкие, синтетические. Набираем. Растушуем. Смотри, что сделаем. Ровно на себя смотришь. Подглядываешь в зеркало. Главное, чтобы ты смотрел на себя ровно. Потому что ты будешь как бы по открытому глазу рисовать форму. Ты прям вот эту часть видишь, которая вся опускается во внешнем уголочке. Немножко затемнеешь. С открытыми глазами. Вот видишь. Тогда она приподнимет. Вот так. С другой стороны. Да. Глаз не закрываешь. Прям как вот эта века вот. Нависает так вот, да. Только очень важно, вот ты сейчас смотришь немного вбок. А тебе она смотрит ровно. То есть либо зеркало пододвинь, либо голову. Ты как бы вот этот треугольничек вот здесь вот немножко приподнимаешь к ровям. Да, да. И пальчиком вот прям границу так немножко чуть-чуть растушевываешь. Да. Надо чуть-чуть еще набрать. И в этот. Да. От периферии к центру. В внутренний угол. Прелестно. Теперь. Чтобы нам этот эффект сразу закрепить в века. Здесь складочку отстирается. И чтобы там не скатывалось. И чтобы цвет был интенсивный. Сразу нанесем еще тени. Вот эти прям можешь пальчиком. Они тоже такие как кремовые. И они с легким сатиновым блеском. И поэтому они будут чуть-чуть переливаться. Смотришь, что надо будет сделать. Сейчас я тебе скажу. Ты прям вот сюда пальчик ставишь. В внешнем углу. И чуть-чуть как бы вот сюда вот. До середины завучка. До конца радужки. Вот здесь вот. До грани. Вниз только не впускай. Да, да, да. Все. Переливаться. Еще надо чуть-чуть растушевать помягче. Ну то есть право, чтобы у тебя практически все подвижное веко было заполнено этим тенем. Вторым? Да. Вот здесь получается. Это очень красиво. Он переливается. Да. Как сатинь. И поэтому подсвечивает, но не подчеркивает морщинки. Да. Блестящей тени нельзя. Накрыла. Металлила. И сюда поднимаешься. Потому что весь металлизированный блеск очень яркий. Он будет подчеркивать морщинки и неровности кожи. Если очень сильно хочется, то хотя бы влажной кистью и совсем чуть-чуть, тогда вот эти вот металлизированные все частички, они как бы в общую массу сольются. Вот такой переливающийся и не будут подчеркивать морщинки так сильные. Но самое крутое это вот такой сатиновый блеск. Мы не будем прорабатывать нижний веко и вот эту вот зону мы сейчас еще раз подчеркнем консилером, чтобы у нас глаз не опускался. То есть мы весь глаз чуть-чуть тянем повыше. Этого нам достаточно. Красим ресницы. А ты когда-нибудь пользовалась пюрлером? Сама нет. Пюрлер не обязателен. Правильно? Правильно, только реснички тут не все попали. Ага. Пюрлер попал, да, нажимай. Сейчас я не пущу, но все равно. Пюрлер чуть-чуть приподнимет реснички, когда глаз так сильно падает вниз, то это будет классно. Да. Но мы будем очень объемную тушь использовать, и так хорошо ресницы приподнимаем, просто так тебе будет проще. Но это по желанию, то есть это не прямо правильно сейчас. То есть тут у тебя на новую кухню. Тебе нужно под реснички загнать, положить вот это железное основание прямо наверх и только потом прижимать. Непонятно. Завелось она? Завелось. Там вот все с ним сделали. Завелось там у вас в ресницах что-то. Так, тушь. Приподнимаем подбородок выше, смотрим на себя вниз и сначала надавливаем только на корни. Выбираемся под корни и на верх. Это тушь? Вверх не поднимаем, мы надавливаем на корни. Да. Подбородок. И смотришь, как вот так. Да. Молодец. Это очень объемная тушь, очень яркая. Она сама сейчас для тебя все сделает. У нее щёточка не очень, она такая крупная. Очень удобная. Надавливаем и как бы прочесывающая. И чуть-чуть попробуем прокрутить щёточку с моего пальца. То, что там чуть-чуть часть туши спечатывается, ничего страшного. Мы это поправили. Главное сейчас ресницы накрасим. Почему от корней? Потому что чёрная тушь в корнях будет создавать эффект контура. Глаз будет чётко такой выделено. Хочется рот открыть? Очень. Я прям вижу, как ты... Это удивительно. Почему от этой туши? На второй раз. А-а. Йога для рук. Йога для рук. Корни. Посмотри, если ты сразу начнешь кончики красить, они будут тяжелые и тебе уже потом будут к корням не подобраться. То есть ты на корне тушь оставь, а дальше можешь красить как тебе нравится. Ты вообще хорошо красишь ресницы, поэтому нет? Нет вопросов. Ну у меня здесь вот только хочется прям повернуть. Ну поверни. Вот такой тушь. Это удобно, да. Просто так у тебя могут асимметричные ресницы получиться. То есть тут же принцип в чём? Ты в эту, ну типа красишь вправо, то руку просто переворачиваешь и то же самое движение ты делаешь влево. И тогда макияж симметричный получается. Если ты красишь вправо, оттягивая ресницы, а потом пытаешься как бы в другую сторону, то даже щёпчика не переворачивается за собой. А у неё от её формы тоже зависит, какие ресницы получатся. Так правильно. Ну а у нас не страшно. Она очень легко такие ходит. Самое классное в ней, что она очень объемная, эластичная, не сыпется и черная. Прям черная-черная. Чем чернее тушь, тем ярче будут глаза. Свои вот эти эффективности цвета радужки с возрастом тоже теряют. Поэтому важно использовать не туричную тушь, а черную. Лучше глаза меньше закрасить. С нижней вот так не выполните, да? С нижней вообще чуть-чуть. Смотри, самое сердце отрывает краску, да? О, шо, которая сама пошла. Ну вот, видишь? Всё, тушь закрываем. Блазную палочку берём чистую и дожидаемся, пока тушь точно высохла. Иначе мы размажем, реснички слипнутся. Сейчас она высохнет, а мы её просто соскоблим. Вот эту, которая отпечаталась на веки. Эмайзинг. Нам нужно немножко сияние на глаза. Так, мы возьмём металлизированный пигмент, вот как поменять здесь. Видишь, плестит? У него как розовое серебро такой эффект. Ты прямо пальчиком набираешь его. И теперь наоборот, от внутреннего уголка и сюда. На один глаз, да? Ну вот прям до серединки давай. Пошире можно рисовать. Прям больше вот сюда к носу, больше наверх. Не бойся глаз здесь вот. Ты прямо положи подушечку пальцев, вот так. Ну, посмотри на широкий стиль. Там гены, гены. Что это за конструкция? Один такой. Возьми еще, что? Возьми на второй. Нет, еще на этот. И выше, 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 выше. Не бойся. И не так, а положить пальчик. Положить в подушечку всю. Маленький пальчик, там подушечка влезет. Набирать тоже надо. Просто вот так просто помажь. И по контуре немного затянуть. С черным очень важно. Подбородок выше смотришь вниз и не поднимаешь глаза. Потому что у тебя здесь века опущена. Мы сейчас чуть-чуть подведем внешний уголок. Вот здесь по листичному краю. Чтобы глаз поярче был. Но если ты откроешь пока цвет не высох, то отпечатать. Вот некрасивый. Мы набираем совсем чуть-чуть. Подбородок выше. Глазки вниз. Ну вот как, чтобы тебе было себя видно, да? Ну чуть-чуть еще. Затемняем по контуру. И все время, когда ты добавляешь цвет, ты добавляешь его на внешний уголок. По сути нам нужно что-то типа такой полосочки. Ну классно, пожалуйста. Такой. Второй не сможешь закрыть. И смотри, что мы сразу сделаем. По границе его растушевываем. То есть нам не нужен черный как стрелка. Нам нужен черный чуть-чуть в контур, но очень мягко. Это очень синхронная. Даже еще сложнее, чем вот. Вот слегка. Вот слегка. От внешнего уголка. Бородок выше. Ты вот идешь и вот так. Чи-чи-чи-чи-чи. Вот слегка. Сегка. Надо ресничать. Сами ресничать. У меня. А вот. Да, надо здесь. Да, вот сейчас хорошо получается. И чуть-чуть еще туда. Ага. Угу. Держи. Теперь смотри. Как ты растушевываешь. Ты заводишь кисточку вот сюда. И как бы вот над этим черным. Туда-сюда. Туда-сюда. Да. Века опущенного. Туда надо уметь подобраться. Трехтим движением. Немного. Глаза привлечаются. Ну, кстати, хорошо получалось. Привлечаются глаза. В красоту неописленную. В элегантную красоту. Оставляем это дело. Красим губы. Ну, смотри, как мы будем красить губы с тобой. Мы не будем использовать контурный карандаш, чтобы максимально было естественно. И постараемся немного губы увеличить. Мы возьмем помаду и, знаешь, вот таким вот движением, как набивным. Чик-чик-чик. Чуть-чуть, как бы выходя за контур. Сейчас так моднее. То есть мы, как бы, вроде бы кладем цвет, вроде бы и красим ровно, но цвет немножко по контуру такой дрожащий. Благодаря этому ты можешь, во-первых, не думать о том, что помада поплывет или еще что-то. И она будет так немножко натуральнее смотреться. То есть будет эффект оттеночный у меня. Тут нужна какая-то очень такая помада, которая в петручек. А мы сейчас это сделаем. Не попадала. Мы сейчас сделаем так, что любая помада не попадет. Теперь берешь кисточку пустую, выравниваешь по контуру. Ну, да. И сверху. Для дневного макияжа вот это прям класс. И второй чуть-чуть в середину поярчивать, прям как в центре. Все. Припудриваем. Тональное средство всегда надо зафиксировать. И чуть-чуть уплотнить слой там, где нужно. В принципе, можно это сделать только на Т-зоне. На компактную пудру для этого берем. Потому что вот эту часть можно оставить не на слегким блеском. То есть там блестит кожа не выглядит тусклой. Почему компактную берем пудру? Вот чтобы, во-первых, действительно чуть-чуть выравнивать тон еще дополнительно. А во-вторых, чтобы наверху оставить естественный блеск. Потому что компактная пудра его не перекрывает. Она минеральная, по сути, вся. На, припудрится. Просто как мы убиваем. Не надо вот так делать. Не, не, вообще никакой необходимости. Вот здесь мы возьмем еще одну пудру, которая уже будет фиксировать и делать макияж. Супер-супер-супер-супер-супер. Маленькие кисточки вот здесь чуть-чуть прикупим. Вот это как раз таки, чтобы губы не ползали. Не ползали под глазом. Ну совсем чуть-чуть, чтобы свет отражался. И еще раз спрей. Здесь уже спрей выступает как фиксатор макияж. Много не надо, все хорошо. Сохнет. Смотри, мы сейчас только немножко еще по контуру пробежимся. Это называется коррекция лица. Коррекция лица. Процесс необязательный. Повседневный, может быть, должен быть. У нас с ним всегда лучше, чем без. Мы берем темно-коричневую крупную кисточку. И вот видишь, вот здесь такой изгиб. И вот ровно на этот изгиб, как бы стараясь эту линию провести ровно, равномерно, чтобы у тебя появилась новая граница. У лица чуть-чуть ровнее. И можно под подбородок идти, чтобы личка была чуть-чуть более таким четким, графичным. Это не сделает там подтяжку, но все равно зрительно чуть-чуть. Вниз, да? И под подбородком чуть-чуть. Не вниз, а вот под ним то же самое. Угу. Так хорошо. Ровно? Одинаково. Да. Так теперь с разных сторон чуть-чуть посмотри. Сюда посмотри. Сюда посмотри. Сюда посмотри. Хорошо. Вот этот вот блик, который здесь получился, вот чуть-чуть правее посмотри. Вот. Вот он как раз таки создает это естественное сияние, кожа как будто изнутри светится. И вот это очень важный момент. Его лучше не запудрить. Что-то еще надо? Что надо? Такая красота. Не, ну тебе нравится? Такую улыбку нравится. Ну вот. Мне просто не хочется делать ярче. Но это базовый макияж, ты должна понимать. То есть мы сколько вот сейчас потратили времени? Вообще ежедневно у тебя должно на минут 10 максимум, наверное, уходить на все это дело вместе с уходом. Ну 15, это с перерывом на то, чтобы на массаж или на то, чтобы чуть-чуть хватало. Чуть-чуть хватало, да. Что мне нужно сказать хорошего? Будьте все красивы. Счастливо. Гармония в душе. Всем и радости. Все, короче, всех целуем. Всем пока и всем вечной молодости. Вот так, да? Надо было сделать. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok